Казах с китайскими корнями из Узбекистана. Хикмат Гулямов сегодня на Красногорской земле. На вернисаже он говорит об искусстве как о науке, о живописи как о скульптуре в двухмерном пространстве, о масле для холста как о химическом веществе. Первая его выставка была в 1976 году в Доме молодёжи в Ташкенте. Её делала я. Так вот сложилось. Но тогда он был авангардистом. И для Узбекистана это было слишком смело. То есть мы получили кучу нареканий, шишек, потому что он тогда был единственным авангардистом, кто позволил себе громко об этом заявить. Потом были годы увлечения классикой, работа с фарфором и полное погружение в историю и теорию живописи. Сегодня в фаворе у Гулямова жанровая картина и целый их ряд на выставке – философские портреты на фоне. Я хочу, собственно, войти в русло той жанровой картины, которую продолжали Дегарри, Нуар, которые увидели вот эту идею в развернутом виде у японских гравёров, которые называли себя представителями течения Укиоэ, то есть моменты быстро приходящей жизни. В Пушкинском музее нет работ Гулямова, а картина, написанная им в Пушкинском, есть. Она о многом – о непонимании массами высокого искусства, о типажах, о жизни и о друге на фоне всего этого. На выставке также представлена отборная, почти голландская живопись в духе Яна Ванейка в Натюрмортах. Есть даже сам Кука – это псевдоним Гулямова. Увидеть его творчество в ДК Подмосковья можно до 9 июня.